всем привет вы слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и сегодня я хочу с вами поговорить о гвинте релиз карточной игры гвинт homecoming состоялся 23 октября до этого почти два года гвинт находился сначала закрытом бета-тесте потом в открытом бета-тесте и наконец финальная релизная версия возвращение домой это вот так можно homecoming перевести поэтому пришло время с вами обсудить этот релиз карточные игры вообще и гвинт в частности собственно этот обзор для трех категорий людей первая категория это те кто в коллекционные или компьютерные карточные игры не играли вообще им надо объяснить и рассказать что это такое второе это те кто играли в разные хардстоуны артефакты и прочее magic the gathering но не знают в чем фишка гвинта и никогда в него не играли и наконец третья категория те кто играли во время бета-теста и хотят узнать чем отличается релиз ну а также приглашаю всех в комментарии обсудить эти различия между играми и вообще поговорить за как и и то бишь коллекционные карточные игры и так поехали коллекционные карточные игры это разновидность настольных или компьютерных игр где в отличие от традиционных используются специальные карты схожие с коллекционными карточкой вы практически не можете приобрести все существующие карты и считается что вы будете составлять свои собственные наборы исходя из того какие карточки у вас есть какие фракции или способности вам больше импонируют какой стиль игры вам больше нравится вы составляете индивидуальные колоды играете против таких живот любителей коллекционных карточек у которых будут свои колоды и за счет этого достигается разнообразие и большое количество стратегий то есть можно сказать что коллекционные карточные игры это стратегия с элементом случайность причем пошаговая стратегия потому что вы ходите по очереди честно скажу я не фанат таких игр не любитель первый раз я познакомился с подобной игрой это был magic the gathering на первом курсе института когда один из моих сокурсников принес эту колоду начал объяснять правила сказал вот вы выкладываете землю потом ее тапаете и тут я сказал все хватит спасибо до свидания я в это играть не буду тем не менее я периодически со знакомыми играл в magic the gathering потому что в любом случае у любого из нас я думаю есть какой-нибудь друг фанат мотыги как в простонародье magic magic the gathering называют потом blizzard выпустила самую популярную компьютерную коллекционную карточную игру это hard stone смысл в принципе тот же только вместо реальных физических карточек у вас цифровые на экране hard stone тоже особо меня не заинтересовал потому что мне вообще весь сеттинг варкрафта вот этого радостного пафосного фэнтези не интересен зато я люблю большой любитель септологии сапковского ролевых игр от cd project в мире ведьмака и поэтому gwint в первую очередь мне интересен своей атмосферой и миром ведьмака я думаю что любой поклонник ведьмачьего цикла будь то ролевой игры либо книжной серии gwint обязан попробовать посмотреть поиграть тем более что игра бесплатно вас никто не заставляет платить деньги просто в гоги устанавливаете гвинт и начинаете играть чем заключается игра сначала вы собираете свою колоду в колоде не может быть меньше двадцати карт больше сколько угодно и замера тоже есть какое-то ограничение но дело в том что чем больше у вас карт в колоде тем более она случайной становится и вам сложнее комбинации проводить кроме того в релизной версии ввели еще что-то типа стоимости содержания и стоимость всех карт в колоде у вас не может превышать 165 тоже отголоски баланса у каждой колоды может быть свой лидер это зависит от того за какую фракцию вы решили играть нильфгард королевство севера скает или скеллиги или чудовище причем в каждой фракции еще и несколько этих лидеров они дают определенные возможности во время игры ну и колоды собираются тоже исходя из фракции я например люблю играть за нильфгард лидер у меня мор вран ворхис и добавить в колоду нильфгарда карты из других колод я не смогу правда есть нейтральные карты которые можно добавлять в любые колоды собрав свою игральную колоду вы идете в рейтинговый матч или в тренировке в общем испытываете ее на поле брани партия заключается в матче до двух побед то есть максимум может быть три раунда вам раздается 10 карт четыре из которых вы можете поменять и ваша задача в раунде набрать как можно больше очков если вы набрали вам засчитывается победой начинается следующий раунд победили в двух раундах победа в матче повышается рейтинг респект вам и уважуха в общем то вот это самое деление на раунды в гвинте и добавляет очень важный стратегический элемент роднящий игру с покером блеф возможность своими действиями вынудить противника использовать максимум карт в этом самом раунде если вы перейдете в следующий раунд с большим количеством карт то у вас получается солидное стратегическое преимущество с другой стороны есть много стратегий которые подразумевают что в первом раунде вам и не надо побеждать вам надо перебрать свою колоду и чем дольше будет длиться первый раунд тем для вас лучше тогда во втором и третьем вы просто размажите соперник и это в общем то по моему отличает квинт от всех других компьютерных коррекционных карточных игр которые строятся на том что вам надо убить сколько-то единиц здоровья у врага ну я вот сейчас в данном случае самую популярную игру приведу в пример хардстоун вы либо быстро забираете все здоровье атакующими заклинаниями перетерпев все атаки соперника либо пытаетесь на истощение сыграть да когда карты в колоде кончаются это я про хардстоун все еще говорю причем в гвинте еще очень важны замена карт самом начале партии так называемый мулиган но это по-английски он так называется во всех остальных карточных играх мне кажется но это просто чуть получше карты более удобные вы себе берете в гвинте это опять часть стратегии в хардстоуне им подобным кажется что от вашего выбора карт что-то зависит на самом деле хардстоун может легко дать вам самом начале плохую руку и потом поменять ее на такую же плохую руку то есть дорогие карты на дорогие поменять если я ничего не путаю и ничего в хардстоуне не изменилось то желательно в начале иметь все-таки дешевые карты которые за меньшее количество маны можно будет сыграть и вот в хардстоуне меняя карты вы бесполезные для начала заклинания меняете на бесполезные такие же заклинания и вы не можете никак этот процесс контролировать в гвинте же есть возможность начать строить стратегию именно со стадии смены карт потому что у этой смены в гвинте есть свои правила ту карту например которую вы меняете вам уже игра не даст обратно если у вас в колоде 3 копии притирки ну да в новой версии уже не может быть 3 копию только две копии если у вас две копии притирки и вам она сейчас не нужна то меняя одну вы уже уверены что она вам не придет к тому же карты в гвинте меняются по одной они так как в хардстоуне вам пришли вот три карты вы думаете а все три поменять или какую-то одну из них и потом вам фигня все равно приходит вы по одной меняете и видите стоит ли вам менять дальше более того в релизе механика обмена карт тоже претерпела изменения на всю партию вы можете поменять 4 карты вы это можете сделать в самом начале первого раунда или отложить смену на второй раунд или например две карты в начале первого раунда одну карту в начале второго одну карту в начале третьего тут вы сами можете решать, как вам будет удобнее. Просто имейте в виду, что вы 4 карты можете в течение партии поменять. Отсутствие маны в гвинте это, я считаю, самая приятная фишка игры. Вы просто играете те карты, которые можете сыграть. Вот и все. Поэтому и еще меньше элемент случайности влияет на вашу партию. Во всех остальных карточных играх, по-моему, вокруг маны крутится все. Это касается даже мотыги, потому что там идет игра от земель, которые вы выложили. Это не совсем мана, это даже не совсем тот рандом, который есть в Хардстоуне. Мотыга все-таки постратегичнее, но тем не менее. У меня вот жена рядом сидит, смеется со слова мотыга. Нет? А, со слова стратегичнее, понятно. А, стратегичная мотыга. То есть, чем меньше в стратегической игре случайности, тем лучше, по-моему. Что по поводу собирания карт и выбивания денег из игроков? Я, играя в гвинт, не заплатил ни копейки CD Projekt. Может быть, я даже и не прав использую эту игру. И никто из разработчиков мне не давал никакие колоды. То есть, все собрано своим, своей игрой. Правда, я играю с закрытого бета-теста, и поэтому у меня тут уже обрывков и прочего куча. Я могу себе любые карты крафтить. Но, тем не менее, особо не заморачиваясь, не проводя часы в гвинте, я могу составлять любые колоды, которые мне интересны. Если вы начнете играть, вам сразу дадут пять базовых колод, ну, то есть, за каждую фракцию, и их исследуя, вы вполне сможете подниматься и зарабатывать руду, обрывки карт, за счет которых вы сможете создавать новые карты или открывать бочки и получать новые карты, и не тратить деньги на игру вообще. Если вы хотите быстро это сделать, тогда действительно вы можете потратить реальные деньги на открытие бочек. А бочки — это пять карт, одна из которых будет хорошей. Ну, правда, не всегда хорошей, удовлетворительной, но четыре средних карты и одна из которых выше средней. Здесь, по-моему, CD Projekt опять идет по пути того, что они не вытрясают из нас последние деньги. Вообще, бесплатная игра. Сиди, играйся. Теперь немного к тому, что изменилось с момента бета-теста в релизе. Если раньше вы могли использовать в колоде четыре золотых, шесть серебряных, по-моему, и неограниченное количество бронзовых карт, то сейчас, опять же, вы можете вообще любое количество карт, каких только хотите. Все ограничено только вот этим стоимостью содержания. То есть, хоть все золотые всуньте. Правда, я не уверен, что такая колода вообще возможна из-за стоимости содержания. Серебряные карты исчезли как класс, то есть, есть только бронзовые и есть только золотые. Также исчезло три поля. Теперь есть только два поля в игре, но они намного более важные, чем в бета-тесте. Ну, здесь, конечно, разработчики не смогли найти баланс, потому что изначально Гвинт — это все-таки три поля, которые были абсолютно разными. И, судя по бета-тесту, они не смогли такую механику сбалансировать. В итоге, они в бета-тесте оставляли три поля, в которые вы могли в любой момент любые карты абсолютно класть. В релизе осталось два — рукопашники и дальнобойные отряды. И многие карты используют свои способности в зависимости от того, в какой ряд вы их положите. Вот здесь есть претензии у меня по гейм-дизайну. Я думаю, те, кто смотрели мои стримы, помнят, как я по этому поводу возмущался. Я понимаю, когда карта делает одно, когда вы кладете ее в дальнобойный ряд, и другое, когда вы кладете ее в рукопашный ряд. Это нормально. И вы можете только на себя пенять, если вы что-то там не заметили в описании. Но есть какое-то количество карт, которые работают только в одном из рядов. И, кладя их в другой ряд, вы просто не получаете никаких бонусов. Тем не менее, в этот ряд вы эти карты можете положить. Например, у меня в колоде севера есть карта разведчик с единицей силы. Так вот, если вы его размещаете в рукопашном ряду, то вскрываете случайный отряд из колоды противника и усиливаете эту карту назначения силы вскрытого отряда. Однако, если вы ее положите в дальнобойный ряд, вы не получите ничего. То есть, просто плюс единичку к силе. Это настолько тупо, и игра вас никак не предупреждает, что вы не в тот ряд кладете, что подгорает знатно. И мне потом в комментариях тоже много людей писали, что, типа, то же самое. По идее, эту карту нельзя вообще давать класть в дальнобойный ряд. Но, тем не менее, вот игра таким образом, видимо, вас наказывает за невнимательность, что, по-моему, не совсем правильно. Еще мне не нравится, как в релизе изменили изображение поля боя. Если раньше для меня Гвинт представлялся как реальной игрой в карты в какой-то таверне, то сейчас это изображают действительно полем боя. Ваши лидеры, как фигурки, выходят на это поле боя. И карты как будто армии. Ну, это не совсем то, чего лично я жду от карточной игры. Вот тот Гвинт в бета-тесте, или даже Гвинт из Ведьмака, когда вы ощущали, что вы играете в карты с каким-то человеком, мне намного ближе по атмосфере, чем то, что сейчас есть в релизе. И вот эта его мрачная атмосфера поля боя, ну, меня не очень устраивает. В релизе изменили практически все карты, поменяли механики. Многие на это жалуются. Ну, я считаю, это, знаете, такое брюзжание старичков, в том плане, что раньше деревья были выше. Мороженое вкуснее, а вот сейчас все изменили. Бедаль, печаль. Бедаль, бедаль. Мне интересно игровые механики, и то, что сейчас есть. Более того, куча всяких заданий в течение дня, благодаря которым вы потом можете открывать всякие бонусы в книге наград. То есть вы открываете сначала за фракцию эти награды, потом за каждого лидера во фракции, их всего четыре. Есть арена, как и в любой уважающей себя коллекционной карточной игре. В общем, чем себя занять в гвинте, вы всегда найдете. Мне игра нравится, я вам ее настоятельно рекомендую, если вы хотите познакомиться с карточными играми. Если вы поклонник Ведьмака, так тем более. Этот гвинт, естественно, отличается от того, что есть в игре. Но если вам атмосфера Ведьмака нравилась и нравится, то гвинт, несомненно, вы не должны пропускать. Ваши комментарии, поправки и критику я жду в комментариях. А на этом все. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok